Теперь вопрос президенту Алию. Интеграционные проекты в сфере экономики с участием наших стран, в том числе торговый маршрут Север-Юг, упомянутый вами транспортный коридор Север-Запад, создают уникальные предпосылки для создания системы региональной безопасности. Как из Баку видятся параметры такой системы? В какой степени её построению способствуют российско-азербайджанские связи в сфере безопасности? Безусловно, эти вопросы взаимосвязаны. Я сказал в своих комментариях о том, что транспортные проекты не только создают возможности для грузоотправителей или же дополнительные возможности получать доходы для транзитных стран, они делают страны взаимозависимыми. Любая транзитная страна должна иметь хорошее отношение со своими соседями, иначе этот транзит просто не состоится. И что касается Азербайджана, мы давно инвестируем как в собственно создание современной транспортной инфраструктуры, так и в создание атмосферы доверия в нашем регионе. Думаю, что общими усилиями стран-партнёров нам удалось создать уникальный формат сотрудничества, который сегодня служит делу повышения благосостояния наших народов, а также делу укрепления безопасности. Взаимозависимость и взаимодополняемость, считаю, в международной практике является одним из важных факторов стабильности и безопасности в целом. Азербайджан инвестировал в транспортную инфраструктуру значительные средства. Нами введён в строй крупнейший торговый порт недалеко от Баку. Также железные дороги соединяют нас с тремя нашими соседями. И автодороги также способствуют увеличению грузопотока. Географическое расположение, оно, естественно, зависит от геополитической ситуации. Оно может быть и со знаком плюс, и со знаком минус. Думаю, задача каждого правительства – трансформировать её географию в позитив. Думаю, нам это удалось. Азербайджан – активный участник проекта «Один пояс, один путь» и принимал участие как единственная страна Южного Кавказа в конференции в Пекине в этом апреле. Также мы важный партнёр проекта «Север-Юг». И Азербайджан – единственная страна, которая участвует как в коридоре «Восток-Запад», так и «Север-Юг». Я сегодня сказал, что также мы рады тому, что уже заработал коридор «Север-Запад». Таким образом, эти проекты, естественно, будут способствовать укреплению региональной безопасности. Что касается второй части вашего вопроса, как отношения между Россией и Азербайджаном способствуют укреплению безопасности, думаю, достаточно посмотреть на наш регион, чтобы увидеть, что в бушующем море столкновений, хаоса, гражданских войн, конфликтов, религиозного экстремизма, Россия и Азербайджан являются странами со стабильной общественно-политической ситуацией и странами, которые тесно взаимодействуют, в том числе в борьбе против международного терроризма, экстремизма. И Россия, Азербайджан – это кавказские страны, естественно, нас объединяет Кавказ, нас объединяет Каспий. Должен отметить, что большую роль в деле укрепления безопасности и сотрудничества сыграло подписание конвенции о урегулировании правового статуса Каспийского моря в прошлом году в октаву, в августе. Таким образом, российско-азербайджанские отношения уже давно вышли за рамки двусторонних, являются важным фактором стабильности в нашем регионе.